10 апреля в Подпорожье большой спортивный день. На улице Красноармейской в здании бывших мастерских 19 училища прошло торжественное открытие спортивного зала для настольного тенниса Подпорожской спортивной школы. На праздник пришло много гостей, представителей администрации, тренеров спортивной школы, юные спортсмены и их родители. Почетное право перерезать символическую ленточку для открытия просторного, светлого спортзала была предоставлена главе района Василию Масихину, директору детско-юношеской спортивной школы Антонине Даниловой, а также кандидату в мастера спорта, победителю всероссийских и международных соревнований по настольному теннису Анастасии Колиш. На празднике также выступил глава Подпорожского района Василий Масихин. С 2006 года существует отделение тенниса в детской юношеской спортивной школе. И я помню, как это начиналось, не было своего зала, приходилось его в третьей школе арендовать, возникали вопросы с занятиями и с временем проведения тренировок. Много было нюансов, и вот только благодаря энтузиазму тренера Светланы Игоревны и родителей, все-таки вот этот процесс становления укройтен. И сегодня мы видим вот такое количество юных теннисистов в этом зале. И несмотря на то, что таких условий нормальных не было, но успехи в отделении тенниса детской юношеской спортивной школы большие. Перед тем, как идти сюда, я посмотрел, в список ознакомиться, сколько призовых мест, сколько первых мест на соревнованиях областных, зональных, российских и международных за это время успели завоевать воспитанники теннис нашего тенниса. И сегодня благодаря им Подпорожье знают не только в России, но и именно в Европе. И мы участвовали в соревнованиях и занимаем местные свадения и Польши, и во Франции, и в Европе. И последнее, по-моему, Астрия, да? Астрия. И это действительно большой успех. Были высказаны слова благодарности представителю от ЗАГС собрания Ленобласти Андрею Молчанову. Его чуткость и понимание, неравнодушие и щедрость позволили выполнить работу по вводу этого нового спортивного зала для занятий теннисом. Ведущий праздника кратко рассказал об истории развития тенниса и особо отметил успехи наших ребят под руководством профессионального тренера, мастера спорта Светланы Моисеевой. Под песню Валерия Кумачева на экране для гостей прошла мультимедиапрезентация через тернии к звездам. На церемонии открытия прозвучали имена подпорожских спортсменов, которые, несмотря на юный возраст, сумели достичь вершин в этом виде спорта. Творческий сюрприз в этот день подготовила и хореографическая группа детской школы искусств под руководством Юлии Гафаровой. Ну а после церемонии открытия юные подпорожские теннисисты провели небольшой мастер-класс. Сразу на нескольких игральных столах под ритмичную музыку они продемонстрировали приемы и умения игры в настольный теннис.